А дорога серою лентой увьется. Ровная прямая дорога. Мы едем на юг Эстонии. У нас отпуск. Ура! Друзья, мы заселились в санаторий. Вот это коридор. Там стоянка. Сразу видно машину. И вот заходим в номер. Показываю вам номер. У нас он на третьем этаже. Не знаю, где тут свет включать. Не разобралась еще. В общем, вот здесь шкафчик такой. Видите? Очень даже вместительный. И для обуви. И даже ложечка есть для обуви. Вешалки. Что-то там. Дополнительный клет, наверное, какой-то. Вот здесь наверху кондиционер. Это мы тоже будем разбираться, как он будет работать. Так, ну ладно, проходим в саму комнату. Все номера здесь с балконом. Все номера выходят в сторону озера. И вот, смотрите, очень хороший для двоих просторный номер. Кровать двуспальная. Кровать двуспальная. Тумбочки. Тут столик есть. Водичка со стаканами. Это я. Всем привет. Утомленная с дороги. На стенах картины. Телевизор. Здесь всегда во всех номерах очень плотные шторы. Они защищают хорошо от солнца, когда здесь бывает жарко. Ну вот, как-то так. А, ну да. Еще же санузел надо вам показать. Так, тут наши вещички. Вещей старались брать по минимуму на неделю. Все-таки поездка недалекая. Вроде кажется, ну что нам тут особо надо. Все равно набрался целый чемодан. Ну вот, такой внешний вид ванной комнаты. Есть все необходимое, что нужно для жизнедеятельности. Здесь вот за шторкой душевой уголок. Есть жидкое мыло. Есть фен. Есть зеркало. Чувствуется свежий ремонт. Все чистенькое. Все в плитке. Все как и должно быть. Все как и положено. Санаторные корпуса. Все номера на эту сторону. В сторону озера. И лес, лес, лес. И воздух, воздух, воздух. Свежайший, чистейший. Тишина, покой, благодать. Отдых не только для тела и для души. Может быть, молодым и скучновато, конечно, здесь. А для возрастной категории клиентов самое то. Ну вот, друзья, мы на обеде. Покажу вам наш сегодняшний обед. Обед всегда, конечно, разный. И не только обед. И завтрак, и ужин. Каждый день все разное. Питание здесь очень правильное. Экологически чистое. Используются продукты местные. Вот сегодня у нас рыбный рассолик. На второе я вот это взяла. Что здесь у нас? Это перец, фаршированный фаршем. Картошечка, гречка и овощи всякие разные. Салатики овощные. И вот на сладкое творог. И рабарборовый кисель. А попить это наши любимые напитки. Черная смородина. Там один, который покраснее, это свежий отжатый сок. А в который посветлее, тот просто напиток. Приятного аппетита нам. Минеральная водичка Вярска. Двух видов. Вот мы хотим сейчас налить крепкую. Есть еще более легкий вариант. Это вот для процедуры используется крепкая. Для процедур. Для жемчужных ванн. Процедур используется крепкая. Вот видите, такая бутылочка. Ее можно и пить тоже. Вот теперь будет у нас мясо. Вот такая бутылочка продается в магазине. А здесь, представляете, достаточно открыть краник. И вот вам, пожалуйста, вода Минеральная Вярска. Краники с минеральной водой. И убраны в этом году пластиковые стаканчики. Это, конечно, доставляет некоторое неудобство. Потому что раньше идешь мимо и никогда не пройдешь мимо. Возьмешь стаканчик, попьешь водички. А в этом году все-таки нет. Нужно специально сходить, взять какую-то посуду с собой. И прийти попить воды. Или набрать с собой воды. Ну и вот мы думали, почему так. И вот, пожалуйста, объявление. Во имя чистой природы мы больше не будем выкладывать пластиковые стаканчики. И просим всех гостей повторно использовать бутылки от минеральной воды Вярска. Или другие подходящие сосуды для питья. Это опять к той теме о защите природы. Пришли в минеральный бассейн. У нас здесь процедуры. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот такой бассейн, наполненный минеральной водой. Здесь у нас проходят групповые занятия водной гимнастикой. Проводит физиотерапевт. В нашей группе 5 человек. Вот там внизу кафе, в котором мы питаемся. Вид сверху. А здесь я нахожусь в комнате досуга. Ничего тут, собственно, особо нету такого интересного. Ну вот, дяденька, например, сидит, розеты читает. Ну, может быть, для детей какие-то игры есть. Вот здесь стол интересный. Я такого даже не знаю, что это. Корона. Как? Корона. Корона называется. Я даже представления не имею, что с ней делать. А эти дырочки для чего? Вот это луза. А, в них надо попадать? Они будут сюда, забиваешь туда, они туда падают. Не, я в такую игру, я даже вообще короной первый раз слышу само название. Не говоря уже про то, как в неё играть. Сутки, как бедярные. Как бедярные. И бьют. И они туда должны залетать. А-а-а. Ух ты. Ну, это я просто фишка, как бит-битком. Ага. Ну-ну-ну. Угу. Они тоже здесь отлетают. Угу. О-о-о. Это что, в лузу попал? Да. Ясно. И тоже два человека играют друг против... Вчетвером. А, вчетвером играют? Ага, друг против друга. Два против двух обычно. Ага. Понятно. Можно вдвоём играть. Угу. Хочешь сама с собой. Угу. Ясно. Вот какая, оказывается, есть игра. Но тут эта комната ещё не заканчивается, оказывается. Я вот тут обнаружила ещё одно помещение. Пойдёмте посмотрим, что там. Ну, как интересно. О-о-о. Диванчик. Ещё один диванчик. Прям бодуар какой-то. Бодуар. Библиотека. Книжная полка. И не одна. И вот ещё. Да, интересная здесь комната отдыха. Можно не только посидеть, но ещё и полежать. А, ну просто как бы в такой приватной обстановке можно почитать книги. Ну, а эта дверь, не знаю, куда она может везти. Даже не решаюсь открыть её. А, ну, я истребил отец. Угу. Продолжение следует...